ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. За последние 24 года мы действительно много добились в политической, экономической и культурной сферах, в каждой из этих сфер. И я думаю, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Чтобы добиться большего в отношениях между нашими странами, мы намерены приложить еще больше энергии. За все время существования дипломатических отношений между нашими странами было осуществлено три государственных визита. Господин президент Ильхам Алиев посетил Южную Корею. Президенты Южной Кореи приезжали в Азербайджан. Я хотел бы подчеркнуть, что с другими кавказскими странами у нас такого нет. Пока не было ни одного официального визита в Грузию и Армению. Это еще раз свидетельствует о том, что мы считаем приоритетным развитие отношений между Южной Кореей и Азербайджаном. Как вы знаете, у нас также очень тесные экономические связи. Множество корейских предпринимателей успешно ведут свой бизнес здесь. Наши торговые отношения динамично развиваются. В прошлом году в интервью телеканалу CBC вы отметили, что приоритетными областями развития между нашими странами в ближайшие два года будут электронное правительство, развитие высокотехнологичных тепличных комплексов и медицинские услуги. Как продвигается работа в этом направлении? Как я уже сказал, мы многого достигли в экономических отношениях. Политические связи также важны. Тем не менее, самым важным в этом смысле являются крепкие содержательные отношения. Я имею в виду как экономическое, так и культурное сотрудничество. Ввиду этого я сосредоточил свое внимание на расширении наших экономических связей. Такие сферы, как ИКТ, нефтехимическое, сельскохозяйственное, туристическое и медицина. Строительство, транспорт – это очень перспективное направление сотрудничества между Южной Кореей и Азербайджаном. Что касается сотрудничества в IT-области, здесь имеется огромный потенциал. В наших странах отмечается высокое развитие информационно-коммуникационных технологий. Это означает, что у нас есть хорошая база для сотрудничества. В прошлом году по моему приглашению в Баку побывала наша делегация. Стороны подписали важный документ. Меморандум о взаимопонимании в области ИКТ. Мы также тесно сотрудничаем с университетом Ада. По моему приглашению, корейские IT-эксперты приехали в Азербайджан. Сегодня они успешно работают в этом университете. Еще хотел бы подчеркнуть, Баку и Сеул сотрудничают в совершенствовании системы управления дорожным движением столицы. Я считаю это очень важными достижениями в сфере ИКТ. Конечно же, нельзя не сказать о важности сотрудничества в нефтехимической индустрии. Корейская корпорация сегодня строит завод по производству удобрений в пригороде Баку, в городе Сумкаид. Я считаю это нашим общим достижением. Также хотел подчеркнуть значимое сотрудничество в сельском хозяйстве. Азербайджан – очень богатое аграрное государство. Производство и продукция здесь действительно превосходного качества с точки зрения цены и ее конкурентноспособности на мировом рынке. Поэтому, объединив усилия в маркетинге и брейдинге, дизайне упаковок с учетом санитарных норм, в этом смысле мы можем друг другу помочь. Господин посол, я бы хотел подробнее расспросить вас о сотрудничестве в сферах, которые вы упомянули. В прошлом году Азербайджан и Южная Корея подписали два меморандума о взаимопонимании. Как продвигается работа по сотрудничеству в области создания электронного правительства? В прошлом году по моему приглашению Баку посетил министр внутренних дел Кореи, который курирует этот вопрос в правительстве Кореи. На встречах с премьер-министром, а также председателем правления Асан Хидмят были обсуждены детали нашего сотрудничества. Был подписан меморандум о взаимопонимании. Этот важный документ предусматривает обмен специалистами и технологиями в области ЕКТ, особенно в области электронного правительства. Также в прошлом году глава Асан Хидмят посетил Корею для участия конференции, посвященной теме электронного правительства. Председатель правления Асан вместе с делегацией побывали в портовом городе Пусан в Южной Корее. Была достигнута договоренность об обмене опытом. Вы упомянули тесное сотрудничество между Университетом Ада и Южной Кореей. Могли бы Вы поделиться некоторыми деталями этого сотрудничества? Среди тех IT-экспертов из Кореи, которые побывали в Азербайджане, по моему приглашению, менеджеры компаний в области ЕКТ. Это настоящие профессионалы, которые заинтересованы максимально оказать содействие развитию отрасли высоких технологий в Вашей стране. Они активно работают в университете и оказывают помощь в запуске нового ЕКТ-факультета. Кстати, факультет уже заработал. Каждый раз, когда я встречаюсь с ректором Ада, он говорит мне, как его радует этот факт. И еще раз, когда я встречаюсь с ректором Ада и Южной Кореи, он говорит мне, что они очень полезны для него. Господин посол, Вы также коснулись темы сотрудничества в области сельского хозяйства. Вы также отметили высокое качество продуктов питания и продуктов, производимых в Азербайджане. Насколько этот сектор действительно интересен как для корейских компаний, так и для самой Кореи? Прошлый месяц у меня была возможность посетить Балакян. Я слышал, что в Балакянском районе собирают большой урожай хурмы. Не так давно в этот район из Кореи было привезено оборудование для переработки этого плода. Я был впечатлен процессом переработки хурмы и стал свидетелем удвоения и даже утроения производственных мощностей на корейском оборудовании. В Балакяны мы ездили вместе с председателем Асан и президентом Сокар на вертолете. Этот проект отчасти был инициирован руководством Асан. Я имел возможность удостовериться лично в качестве хурмы, оценил процесс определения качества продукции, проверил санитарные условия на заводе. Могу вам сказать, что стандарты производства самые высокие. Поэтому я принял решение найти корейского импортера азербайджанской хурмы. Цвет этих сухофруктов не черный, он золотой, очень чистый. Корея заинтересована в сушеной хурме, производимой на этом заводе. Я уверен, балакянская хурма в Корее будет пользоваться большой популярностью. Дело в том, что в Южной Корее есть традиция дарить на каждый праздник подарки старшим, друзьям и близким. На мой взгляд, балакянская сушеная хурма может стать лучшим подарком. Во время прошлого интервью вы сообщили мне, что одним из интересующих вас направлений развития отношений между предприятиями наших двух стран является внедрение в Азербайджане огромного потенциала Южной Кореи в области современной медицины. В ходе нашего первого интервью с вами я отмечал, что сегодня в Южной Корее медицина и медицинское обслуживание находятся на высоком уровне. Население Кореи отличается хорошим здоровьем, много долгожителей. Поэтому я хотел бы представить Азербайджану высококонкурентную корейскую систему медицинских услуг. Конечно, медицина и здравоохранение в Азербайджане также находятся на высоком уровне. Объединив наши технологии и наш опыт, мы можем извлечь взаимную выгоду. В прошлом году по моему приглашению в Азербайджане с целью налаживания сотрудничества побывали корейские врачи. Они хорошо известны в Корее. Встретившись с министром здравоохранения Азербайджана, они обсудили возможности сотрудничества. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании. Я расцениваю это как успех и прогресс. Самое главное в развитии медицинского обслуживания – это квалификация врачей. Поэтому, обменявшись нашим опытом, знаниями, мы сможем расширить знания врачей и их возможности. Господин посол, вы отметили, что в настоящее время корейская компания строит в Сумгаите завод по производству минеральных удобрений. Когда будет завершено строительство? Руководство корейской компании Samsung Engineering заверило меня, что они планируют завершить работу в конце этого года в соответствии с графиком. Я думаю, что уже со следующего года завод будет производить удобрения, и я надеюсь, что продукцию удовлетворит потребности фермеров и поставщиков. Далее эта продукция может экспортироваться в страны Центральной Азии, Россию и даже в Китай. Я думаю, что это внесет свою лепту в экономическое развитие Азербайджана в будущем. Господин посол, на ваш взгляд, какие сферы в Азербайджане наиболее привлекательны для вложения инвестиций? Я думаю, что мы можем поделиться своими знаниями, навыками, опытом в области строительства, сельского хозяйства, а также медицинского обслуживания и услуг в области ИКТ. В этих направлениях у нас очень прочная основа для сотрудничества друг с другом. Я могу сказать, что Азербайджан сегодня опережает другие страны СНГ в области высоких технологий. Это означает, что у нас есть потенциал для сотрудничества. Не могу не затронуть сферу туризма. На это направление я возлагаю особые надежды. Наши языки входят в алтайскую группу языков. Мы должны углубить и расширить наше взаимопонимание, общение между нашими народами. Сегодня многие корейцы приезжают в Азербайджан, они следят за развитием туризма в вашей стране. Многие корейские компании расширяют спектр туристических услуг, включив Кавказ как новое направление. Некоторые эксперты по туризму говорят, что в ближайшем будущем мы можем удвоить, утроить количество корейских туристов, приезжающих в Азербайджан. Мы заинтересованы, чтобы корейских туристов приезжало как можно больше в вашу страну, потому что я верю, что с увеличением турпотока в обоих направлениях мы можем увеличить наше взаимопонимание. Таким образом мы способствуем миру и стабильности в мире. Я не стараюсь подгонять развитие отношений между нашими народами, так как сама история отношений не такая уж и большая. Но самое главное, мы должны перевести эти отношения на более новый уровень. Думаю, в этом году, в следующем году, мы увидим значительное продвижение. Теперь поговорим об Азербайджанно-Корейской ассоциации культурного обмена СЕБА. Каждый год посольство проводит большое количество мероприятий. Какая программа на этот год? Как я уже говорил, в этом году посольство отмечает 25-летие, и для нас это очень важно. По случаю юбилея при тесном сотрудничестве с организацией СЕБА мы готовим много культурных мероприятий, включающих концерты национальной музыки. Я хотел бы выразить мою глубочайшую и самую горячую признательность за большой вклад СЕБА в наше культурное сотрудничество. У нас запланирован международный археологический симпозиум, фото-выставка, а также состязание по тэквондо, национальный корейский конкурс «Каура», продовольственная выставка, пищевой фестиваль и многое другое. В этой связи Южно-Корейское информационное агентство YONAP очень тесно сотрудничает с Азербайджанским государственным информационным агентством «Азертач». В целом у нас очень много-много событий намечено. Я также хочу представить традиционный корейский музыкальный концерт. В этой связи я пригласил действительно лучших корейских исполнителей. Например, Хан Сусан. Она выдающийся исполнитель национальных традиционных песен и признана исполнителем номер один в Корее. Хан Сусан приедет в Баку в составе труппы из 80 членов. Я уверен, что истинные поклонники музыки действительно смогут насладиться традиционной корейской музыкой. Вы также затронули сферу туризма и отметили, что Азербайджан очень привлекательен для корейских туристов. Планируется ли подписание каких-либо документов для улучшения туристического потенциала между нашими странами в ближайший год? Между нашими странами есть соглашение о культурном обмене. Исходя из этого, мы можем развивать наше сотрудничество в сфере туризма. В этом аспекте я думаю о специальном меморандуме о взаимопонимании между нашими туристическими ведомствами. Тем не менее, самым главным в ближайшие годы является разработка привлекательных турпакетов. И здесь я снова хотел бы подчеркнуть важность взаимодействия туристических компаний. Сегодня крупные корейские туристические компании прорабатывают такую идею, как запуск чартерных рейсов. Мое мнение, в данный период времени это очень тяжело сделать, так как турпоток составляет около 5000 человек в год. С точки зрения рентабельности это невыгодно. Поэтому мы должны увеличить количество туристов хотя бы до 15 тысяч человек. Я уверен, в ближайшем будущем мы достигнем этого числа. Господин посол, а как обстоят дела с запуском прямого рейса Баку-Сиул-Баку? На каком этапе находятся эти переговоры? К сожалению, на данный момент пока нет никакого прогресса. В то же время для меня отрадным остается факт, что число корейских туристов увеличивается с каждым годом. Поэтому я думаю, что через год-два, когда мы сможем довести число туристов до 15 тысяч, я имею в виду корейских туристов в Азербайджан, это станет возможным. Далее уже из Баку они смогут отправиться в путешествие в Грузию, затем снова вернуться в Баку. Думаю, это интересная идея. Господин посол, еще раз большое спасибо за интересное интервью. Напомню, что мы беседовали с послом Республики Южная Корея в Азербайджане, Ким Чанг Гу. До свидания.